На этой неделе Минздрав предложил для обсуждения антитабачную концепцию России. Пока никто ни на чем не настаивает. Позиция Вероники Скворцовой гибкая. Но фактом остается то, что мы одна из самых курящих стран в мире. Мужчины на круг из-за курения теряют 9 лет жизни. Женщины 5,5. Мы продолжаем гробить себя почем зря. И если боярышникам грубо и неприлично, то почему сигаретой или карманным кальяном можно? Оно лучше так? Позвольте, а чем? Еще полвека назад Фрэнк Синатра выходил на сцену с дымящейся сигаретой. Тогда это было заразительно. Сейчас такое уже невозможно, поскольку вред от курения абсолютно доказан. И в моде уже спорт и зож. Здоровый образ жизни. В России, правда, не у всех. Иллюстрация и наш вклад в обсуждение проблемы. Репортаж Антона Лядова. Северная окраина Москвы, спальный район. На пять школ здесь сразу четыре точки по продаже электронных сигарет и испарителей. Вот он, тот самый магазин, который только что продал школьнику. Мы сняли это на телефон. Вот вы сейчас продавали, не спрашивали документы. Ну ему 16 лет, я его просто знаю, парнишка. Ему 16 лет. Ну да. То есть вы знаете, что ему 16 лет, и вы знаете, что вы продаете. Ну, он 16 лет же разрешено. Я считаю, что вредно, в принципе, ничего нет. Даже для школьников? А если люди впервые разы занимают, ну, впервые разы хотят попробовать только это все, то какие-то некоторые нюансы того, что есть какой-то вред, да, могу сообщить. Сейчас вот вам продавец сказал о том, что это тоже может быть вредно? Нет, нет. Никогда не говорят. Заросшие опухолями глаза и лица, продырявленные гортани, сосуды, забитые бляшками, растресканные легочные пузырьки, атрофированные легкие, словно истрепанная губка. И продавцы, и покупатели парительных устройств друг друга успокаивают. Мол, все это последствия исключительно старых сигарет с папиросами. То ли дело новые, электронные. Они кичатся тем, что там маленькие частицы. Это как раз беда. Чем меньше респирабельность частиц, тем глубже они проникают, тем больше повреждающие действия дыхательных путей. Любая бактерия, вирус, у него проникновение и повреждения будет более глубоким, чем если этого не было. И эмфиземы еще быстрее будут развиваться. Запущенные эмфиземы – это когда засыпаешь и просыпаешься с маской на лице. Подняться с кресла уже победа. Сходить максимум в туалет, на кухню, да так, чтобы кислородной трубкой ни за косяк, ни за стул, ни зацепиться. Перемещение только с баллоном. Это надежда. 40 пачек лет. Специальный термин для тех, кто выкуривает по пачке в день ежегодно. Из помещений на улицу не выходило почти два года. Бактерии или вирусы – вплоть до летального исхода. Внучка вернулась из школы, закашлялась, бабушку еле откачали. Ну, началось с того, что я двигаться не могу. Шаг мне тяжело сделать. Чувствуешь, что невозможно, не хватает тебе воздуха. Это воздушная ловушка. Воздух вошел в легкие, а выйти из не может. Табака курения приводит к разрушению эластических волокон, и поэтому легкой сжаться не может. У нее формировалась кома. Люди засыпают. Судорожный синдром. Происходит остановка сердечной деятельности. Эту девушку спасти не смогли. Рак. Трудно поверить, но слева – остатки глаза. По статистике, курение в сочетании с алкоголем увеличивает риск развития рака полустирта в 144 раза. Но многих это не останавливает даже по пути в операционную. Сигареты некоторые пытаются засовывать даже сквозь наросшие опухоли в отверстия трахеостомы, сделанные для дыхания. Этот пациент молодой. Ему 34 года. И анамнез курения у него со школы. То есть, я думаю, что около 20 лет и более. Приходится удалять те органы и ткани, которые жизненно важны. То есть, человек не может нормально питаться, дышать, разговаривать. Он навсегда потерян из социума. По данным Министерства здравоохранения, 10-15% всех смертей в России сейчас ассоциировано с курением. Больше 70% случаев рака лёгкого. В 6 раз у курильщиков увеличивается риск инсульта. Цифры пугают даже несмотря на то, что количество курильщиков в последние годы в стране постоянно сокращается. Чтобы курили ещё меньше, в Минздраве разработали новую антитабачную концепцию. Её представили на этой неделе. Мы ставим перед собой задачу ещё на четверть сохранить, сократить курение. Если у нас, когда мы начинали, соответственно, 5 лет назад, курило 41% населения, то в настоящее время это уже фактически 31%. То есть мы дойдём до 24-25%. Это уже не так плохо. Это средние показатели европейские. Первый блок мер – это меры по увеличению, расширению территорий свободных от курения. В коммунальных квартирах, помещениях общего пользования. Это подземные и надземные переходы. Это автостоянки и автобусные остановки. Если в автомобиле есть ребёнок, курить запрещено. И эта норма, кстати говоря, очень хорошо себя проявила. В Великобритании, в Шотландии, в Ирландии, во Франции, в Австралии, в Новой Зеландии, во многих странах она уже давным-давно возведена в закон. За дымящими в подъездах, ресторанах и других местах, где курить запретили ещё в 2013 году антитабачным законом, следить будут пристальнее. Соблюдают пока далеко не все и не везде. Сам Геннадий Онищенко убедился. У вас в Госдуме, кстати, сейчас, когда курилку закрыли, перестали курить или нашли новое место? Вы знаете, хулиганят. И в Госдуме хулиганят? Ну, почему бы не. Они такие же люди. Такие же люди. Вот я рано на работу приезжаю. Заходишь, запах... Меня прежде всего волнует. Вот молодое поколение. Сейчас в последнее время даже начали рассказывать нам байку, что вот вейпы и электронные сигареты – это создано в противовес обычным сигаретам. Не верьте это. Нужно запретить электронные сигареты, и пусть они хоть кол на голове чешут. Количество магазинов парительных устройств в России в последние годы росло в геометрической прогрессии. Если в 2014-м в одной только Москве их было около пяти, то сейчас около двухсот. А по всей стране примерно две с половиной тысячи магазинов. Общий рынок индустрии в России оценивается сейчас в сотни миллионов рублей. Да я парю, я хочу, законом не запрещено. Свой гимн, клубы по интересам, конкурсы фигур из дыма, субкультура парителей, которые в том числе из-за отсутствия смол называют электронные приборы более безопасными, чем сигареты, развилась в России настолько быстро, что отрасль еще только предстоит регулировать. Все должны играть по определенным четким правилам. Но опять-таки ни в коем случае нельзя перегибать палку. И при принятии каких-либо регуляторных решений правительство должно консультироваться непосредственно с рынком. За качеством продукции сейчас следят разве что уважающие себя салоны. При вокзале рынка Москвы жидкости для парительных устройств здесь продают чуть ли не в каждой третьей палатке. Вот она, та самая жижа. Флакон без каких-либо опознавательных знаков. И внутри мутная полупрозрачная жидкость, что внутри на самом деле одному богу известно. Здесь, конечно же, никаких предупреждений о возможных проблемах. С легкими, с дыхательными путями попробуем зайти внутрь и узнать, из чего делают эту жижу. Смешивают и разливают прямо на прилавке. Я тебе так скажу, что весь наш российский рынок пока что неконтролируемый. Жидкость мы привезли в лабораторию. Гадости. В результатах есть ацетон, изопропиловый спирт и тлуол. Тлуол – это растворитель пластиков. Скорее всего, он всё-таки не из жидкости, а из испарителя, потому что, скорее всего, там использовался дешёвый китайский пластик, который при нагреве выделял тлуол. В первую очередь будут страдать при вдыхании таких веществ печень, почки, как основные выводящие токсины органы. Центр по профилактике и лечению зависимости научно-практического центра наркологии в Москве. Проведём эксперимент. С помощью вот этого прибора – газоанализатора – мы выясним, кто выдыхает угарного газа больше. Куритель традиционных сигарет или паровых приборов. Евгений Вейпер, Евгений, сколько вы парите уже? Полгода. Семён, куритель традиционных сигарет. Семён, сколько вы курите? Ну, в районе 10 лет. По показателям у тяжёлого курильщика содержание монооксида углерода в выдыхаемом воздухе – 20 и более, а у Семёна – 27. Сильнее, сильнее. Показатель у вас соответствует как бы среднему при курении. То есть что получается, что вы безопаснее, чем сигарета? Здесь понимаете, что происходит? Дело в том, что надо понимать, что безопасного парения, безопасного курения не существует в принципе. На самом деле, суть-то та же. Это потребление никотина, развитие, в первую очередь, никотиновой зависимости, очень быстрой и очень высокой степени никотиновой зависимости, ну, соответственно, и заболевания сердечно-сосудистых, повышение давления и так далее, и так далее. Специалисты из Крымского федерального университета имени Вернадского в течение двух месяцев проводили исследования. Лабораторных Крыс поделили на две группы. Одна дышала обычным воздухом, вторая паром из прибора. У Крыс развивалась так называемая дыхательная недостаточность. На 60-е сутки поверхность легких Крыс была увеличена, развивалась имфизема. Позиция наша жесткая, заключающаяся в том, что все ограничения должны быть направлены на электронные средства доставки точно так же, как на сигареты. Вот для сравнения пример страны, в которой нет практически никаких запретов в табачной сфере. Видео этого маленького курильщика из Индонезии разлетелось по всему миру. Они начинают курить в 6 лет, и это происходит постоянно. У нас около 67 миллионов активных курильщиков. Нет никаких ограничений в сферах продажи, рекламы. В российском телеэфире до недавнего времени было то же самое. Я сам пропагандировал, сколько угодно, популярно в этом сериале, в нашем дальнобойщиках, в первом сезоне, как говорится, я смолил как черт. Сейчас отказываюсь, даже у меня герой, вот, например, курящий по сценарию. Я говорю, я курить не буду. Вы знаете, это такое счастье, это такое счастье, потому что я даже, я не представляю сейчас, как это можно делать. Вот у меня сейчас, я смотрю, когда человек курит, я удивлю, как это можно вообще, как это можно делать, как, это же отвратительно. И первые результаты уже есть. По данным научно-методического центра по борьбе против табака, за последние 10 лет курение среди российских 13-15-летних подростков снизилось в 2-2,5 раза. Следующий шаг, чтобы не бросали, переходя то на парители, то обратно на сигареты, а даже не начинали. Антон Лядов, Сергей Бунеев, Антон Губанов, Инна Казанцева, Филипп Дубровский, Евгений Решетнев, Станислав Назаров, Ильгиз Хакимов. Вести недели. Это Вести недели.